Добрый день, Евгений Гордеев из славного города, героя Смоленска, снова с вами, друзья. Сейчас вести из Башкортостана, из Башкирии. Здесь состоялся суд над так называемым башкирским маньяком. Маньяк-убийца, маньяк-насильник. Следствие предварительное и судебное установило, что в апреле 2006 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей собственной жены. Некоторые, так сказать, мужики думают, что это моя жена, это моя вещь, это моя собственность. О каком насилии может быть или изнасиловании идти речь? Если я, когда хочу, тогда, так сказать, и пользуюсь, у меня есть вот свидетельство о заключении брака. Нет, нет и нет. Такие мужичары неправы и могут загреметь на скамье подсудимых по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении собственной жены. Если будет доказано, что таковые имели место и если жена обратится с соответствующим заявлением в соответствующие органы. Но редко, значит, бывает, что жены обращаются. Но обращаются, как видим. Он же, этот маньячара, в сентябре 2020 года изнасиловал еще одну женщину, с которой познакомился за несколько месяцев до преступления через интернет. По-моему, если мне не изменяет память, они как-то списались, познакомились, встретились. И вот чем эта встреча закончилась. В октябре 2007 года, это все, что доказано, так сказать, в судебном заседании, я перечисляю. В октябре 2007 года и в октябре 2020 года подсудимый пригласил к себе домой ранее знакомых женщин. И во время совместного распития спиртного и возникших ссор, убил одну и вторую, значит, в октябре 2007 и в октябре... Вот, смотрите, у него октябрьские позывы какие-то, октябрьские вспышки. Убил из-за личной неприязни, возникшей в момент ссоры. Ну, а для того, чтобы скрыть следы своих, этих страшных, тяжких преступлений, он расчленил, расчленял трупы этих женщин и прятал в безлюдных местах. Одну, значит, возле речки закопал, другую возле кладбища закопал. Но все-таки потом ему пришлось показать, где это, где находятся тела. Вот, свою вину он не признал, как и может быть, именно в умышленных убийствах. А он говорил, что так получилось, там, одну толкнула, она упала, значит, ударилась, умерла. И чтобы скрыть, я вот расчленил. Ну и с другой, так сказать, не умышленно типа получилось. А в крайнем случае, по неосторожности. То есть, вину свою во вменяемом ему преступлении, во вменяемых деяниях, он не признавал. Ни в одном случае не признал. Вот. Но преступления эти раскрыты не потому, что он, допустим, пришел с явкой с повинной через 13 лет, или через 14 лет, а благодаря тому, что была сделана детализация телефонов, его разговоров, звонков, ну, после того, как вот уже плотно им занялись по одному из дел, значит, то стали работать и по тем, по старым преступлениям, и проверили его, так сказать, звонки, детализацию и геолокацию. И узнали, что последним, с кем общались пропавшие, так сказать, жертвы, являлся именно этот маньяк, именно обвиняемый, именно подсудимый. И я не понимаю, значит, что мешало, так сказать, и смоленским правоохранителям, и следователям сделать то же самое по делу, небезызвестному, печальному делу Демидовского 16-летнего парнишки Владислава Бахова, который бесследно пропал 6 апреля 19-го года с поляны, близ райцентра Демидов на Смоленщине. И судьба его до сих пор неизвестна. Нам до сих пор впаривают, значит, под видом останков Владислава Бахова, замшелые могильные останки, принадлежащие, на мой взгляд, дедульке какому-то. Ну, может, и не дедульке, но, по крайней мере, замшелые и могильные, это точно. Но никак не 16-летнему парнишке, которые обнаружены были 29 января 20-го года в 1300 метрах от этой злополучной поляны, с которой пропал Владислав Бахов. Пропал на глазах как минимум 12 своих так называемых друзей. И останки эти были неоднократно проходили по этому месту. 3000 волонтеров и поисковиков прочесали лес до сантиметра квадратного. Никаких останков не было. А вдруг в день встречи Пострыкина, главы Следственного комитета Российской Федерации, с родителями Владислава Бахова, вдруг за полтора часа поисков они обнаружены. Станки вот эти вот замшелые. В 1300 метрах всего лишь от этой поляны. Как такое могло быть, значит, мы уже неоднократно рассуждали на эту тему. И готовы рассуждать до бесконечности. И оспаривать, так сказать, предъявляемые нам, Следственным комитетом и адвокатом, вот эти вот останки и прочие какие-то. Ну, сам факт, что почти за три года расследования никто не привлечен к уголовной ответственности. Говорит о том, что Следственный комитет заинтересован в том, чтобы истина по делу не была раскрыта. Да простит меня Александр Иванович Бастрыкин и вся его рать золотопогонная, но я сам следователь и кое-что понимаю в этом деле. Что я хотел еще сказать, значит, по этому делу, что суд Башкирии назначил наказание 20 лет лишения свободы. Я лично считаю, что мало. И если бы я был судьей, если бы я был судьей, я бы назначил наказание пожизненное лишение свободы. Пожизненное лишение свободы. А если бы была, не было заморожено, не было мораторий на высшую меру наказания в России, я бы, естественно, склонен был назначить ему высшую меру наказания, смертную казнь. Друзья, с вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Вы можете, выслушав вот всю эту гадость, о которой я говорю, это страшные преступления, вы можете, как бы, очистить свой внутренний мир, на который я лью вот эти какашки, оказав любую посильную для вас помощь нашему домашнему приюту, нашей передержке, для серых, больных, убогих кошечек, которых мы спасаем с улицы. Многим требуется медицинская помощь, а это сейчас довольно-таки дорогое неудовольствие. Оказать такую помощь вы можете по атрибутам имеющимся под каждым моим роликом. Спасибо, здоровья всем и всех благ. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok